Ирина Бабак Ирина, доброе утро Доброе утро Или в Европе добрый вечер Ну да Добрый вечер для европейского телевидения Вы представляете в Америке Глобальную христианскую организацию Которая имеет название Глобальная христианская поддержка Вы координатор программы От семьи к семье Верно То есть welcome Спасибо большое Приятно, спасибо за приглашение Ну Один из наших богословенных партнеров Так скажу Сделал мне звонок И говорит Будут интересные люди Из Украины Которые будут предоставлять Уникальную программу в Америке И поэтому Вот таким образом Мы с вами и скоординировались Ирина Вы занимаетесь очень интересным Мы говорили до эфира Что это не просто организация Или какая-то бизнес составляющая Это миссия Это ваше служение И вот эта организация Под названием Global Christian Help Да? Support Support То есть Какие предпосылки Были тому Что Так сказать Вы взяли На себя Эту ношу Для того Чтобы Продвигать этот проект Ну вообще Наша организация Глобальная христианская поддержка Была зарегистрирована Здесь и в Америке Потом в Украине Более года назад Предполагается Главной целью служения Вообще Нашей организации Это помощь людям Научить людей Помогать друг другу У нас есть сайт gcshelp.org Где люди могут Регистрировать свои нужды Свои предложения И помогая друг другу Участвовать в нуждах друг друга Но когда в Украине Началась война Мы поняли К нам начали обращаться Очень много людей За помощью беженцев В еде В одежде Также много было Просьб о помощи Детям Помочь эвакуировать Найти возможность Каким-то образом Помочь Накормить детей Принять детей И нашему президенту Нашей миссии Позвонил друг Ярославу Малько В Сфинлянде И говорит Я могу взять Пару детей Из зоны военных действий К себе На время На месяц На два Чтобы они не проживали Там Не видели этих Войн Не видели выстрелов Не слышали этого всего И в это время Родители смогут Найти себе возможность Нового жилья Или работы Помочь принять детей И тогда Пастыря вместе Подумали Почему бы Не подключить всех друзей В Европе В Америке И отправить Не двое детей А гораздо больше И вот с того момента Началась наша программа Поэтому она так и называется От семьи к семье То есть мы Поселяем ребенка Из зоны военных действий В семью христианскую За границей На время На сегодня Мы уже отправили 504 ребенка 504 504, да В разные страны Европы И в США в том числе Это и Франция И Германия Это и Чехия И вот сейчас Словению дети уезжают И Латвия также Ну и Спасибо огромное Христианским семьям Америки Которые не остались в стороне И на сегодня Америка приняла 73 ребенка За 10 месяцев Работы нашей программы Я в Америке Как вы уже сказали Приехала Как сопровождающая группы С собой привезла 13 деток Из зоны военных действий Они сегодня находятся В штате Вашингтон И один ребенок Из семьи Бродарских Если вы знаете Я думаю, что вы знаете Это отец его Был один из четырех Расстрелян Он был дьяконом Церкви Преображения Город Славянск Мы привезли Также детей Этой семьи И детей Семьи Помощника Пастора Величко Тоже У него осталось 8 детей Они были Жестоко Избиты И расстреляны Помогаем Вопрос Такого содержания Что являет собой Травмированный ребенок В зоне АТО Вы можете Вот так охарактеризовать Конечно Есть разные уровни Травмы психологической Которые получают дети Есть дети Которые выехали В начале войны Из зоны Военных действий Они немного Застали войны То есть Это первый Первый уровень Такой психологической Травмы Они Напуганы Войной Они не могут Про это говорить Они не могут Слышать Выстрелов Или фейерверк Или каких-то Звуков Таких вот Глухих Громких Потому что У них идет Ассоциация С выстрелами Но очень много Детей Которые Выехали Уже На протяжении Определенных Военных действий Через два месяца Через полгода Многие дети Проживают И сегодня К сожалению В прифронтовой зоне И Особенно В оккупированных Территориях Которых С которыми Тяжело очень работать В которых Тяжело Прийти Передать пищу Вывести оттуда Ребенка Но тем не менее Это уже Последний уровень Травмирования Дети У нас есть дети Участвуют в программе Которые полтора месяца Проживали в подвале Или в гараже Которые питались Только яблоками В нашей программе Есть дети Которые по полторы недели Просидели в подвале В темном Не выходя оттуда Не имея воды Обезвоживания Страдают У многих детей Сегодня Есть психосоматические Последствия Стрессов И вообще проблем Которые они получили Во время военных действий Это Анурез Это заикание Это облысение В нашей программе Принимало участие Девочки Приложите толкование К анурез Анурез Это когда ребенок Не может Держать Мочеиспускание То есть он Уписывается по ночам И в 12-14 лет Это на фоне Сегодня доказано Что это Проблема психологическая На фоне любого Какого-нибудь стресса Или травмы психологической В любом возрасте Ребенок начинает Страдать этой болезнью И многие родители Говорят Что был нормальный Ребенок Был здоровый Ребенок Как только пережил Увидел Или услышал Начинают по ночам Уписываться Есть ли статистика По убиенных Детях Да Это официальная статистика Мы конечно понимаем Что неофициально В два раза Можно ее увеличить Но официальная статистика На территории Военных действий Это Донецкая Луганская область ООН зарегистрировала 68 смертей детей Из них 7 От голодной смерти Даже так Поэтому Мы стараемся Сегодня И просим Сегодня семьи Принять ребенка Накормить ребенка Быть вместе с ребенком Молиться вместе с ребенком В нашей программе 20% Приняли участие И неверующие дети То есть семьи Невоцерковленные И многие из них Слава Богу Приняли Христа Проживая в христианских семьях Посещая церковь Они приняли Христа Их семьи благодарны За то, что верующие люди Служат и помогают То есть у вас Разграничения Или разделения Нет по признаку Нет Принадлежности к вере Или непринадлежности К таковой У нас нет разделения Это было бы неправильно У нас вы нет У нас нет Ни по национальному признаку Ни по религиозному признаку Разделения Мы помогаем всем Нуждающимся детям Мы верим, что Христос Бы не прошел мимо Никакой нужды И никакого ребенка Смотрите Ирина Возьмем семью Которая прошла через АТО Или прошла через вот эти вот Есть двоякое мнение Но я выражу мнение Руководства нашего канала Которую я знаю Относительно того Мы называем это Не просто там Междуусобица Мы называем это Аннексия Мы называем это Агрессия Так сказать Ближнего соседа Восточного По отношению К независимой Суверенной Стране То есть мы понимаем Что это То есть Конкретно Бандитизм Чистой воды Который Все что он делает Это уничтожает Невинно Невинных людей Невинных Так сказать Невинных детей И семьи И прочее Поэтому это наша позиция Хотя как я говорил Есть разные Другие мнения Это Закономерно Относительно Этого явления Но тем не менее Поэтому вот Те семьи Если у вас есть Какая-нибудь Статистика Сколько переселенных Уже семей Было Вот с этой зоны Где идут Военные действия Как мы говорим На материке Или вот На украинскую территорию На украинскую территорию Значит я вам хочу сказать Что статистика Количества четкого Сколько Беженцев Переселено Вам не даст Не только я Вам не даст никто Потому что Очень много Еще беженцев Не зарегистрированы На тех местах Где они были переселены Поэтому такой статистики У нас просто нет Миллион есть Миллион есть Миллион есть Это так или иначе Многие Называют эту цифру Что это миллион Но я думаю Что на самом деле Это больше Эта цифра больше Если вы владеете Информацией Относительно того Что на оккупированных Территориях Как мы говорим Практически запрещено Любого рода Служение Протестантского направления Это правда Это правда Очень много наших волонтеров Которые привозят еду При фронтовую зону На оккупированную территорию Пытаются прорваться Делают специальные пропуска Потому что их туда не пропускают Говорят нам о том Что сегодня протестантская вера Она угнетается Она запрещается И провозглашается только Или православная вера Московского патриархата Или ислам Но не протестантизм То есть И относительно тех убиенных Выше вами перечисленных Это братья и сестры Которые Баптисты Или пятидесятники Пятидесятники Да Кто там Они были То есть Вы в курсе Вот этого Конкретно кейса Да Да Конечно То есть Что их взяли Конкретно Один из Даже одного из служителей Или даже пастырей Были два служителя Три даже служителя Это дьякон Лидер прославления Лидер молодежи И один Из сыновей пастыря Поэтому не четверо Да Мы знаем Потому что мы поддерживаем Их семьи Мы поддерживаем Вдов Которые остались Как происходит Как они практикуют Все-таки Служение Богу Подполье Или Нет Сегодня Сегодня это Славянск Это украинская территория Собираются Спокойно Мир на церкви Я даже не за славянской Я говорю Луганский Я говорю Донецкий Близлежащий территорий Ну тут я вам К сожалению Не подскажу По разным Выбирают способы Кто-то не собирается Кто-то Продолжает собираться Подпольно Вы знаете Что Чебы были Очень приятно Удивлены Относительно Ну во свете Происшедшего На Украине Когда В Америку Начала приходить Информация Относительно Волонтерского Движения Движения Это очень здорово Почему Потому что Этим Знаменовалась Только Америка Если вы знаете Историю Америки Я более чем уверен Что на протяжении Столетий Это уже Это вот Сам Сам интерес Волонтерскому служению К тому Чтобы жертвовать К тому Чтобы отдавать От своего Оно в крови Оно в фибрах Каждого американца Христианина Христианина Если я вам скажу Так понравилось Так понравилось Да Это правда Сегодня война Она разбудила Церкви Она разбудила Церкви Разбудила Организации Неверующих Людей Сегодня Действительно Такой вот Вызов Кинут Церкви О том Чтобы Помочь Людям Помочь Людям И Сегодня Церковь Она приняла Этот вызов И сдает Успешный экзамен Сегодня 80% Как на одном Из выступлений Было заявлено Нашими политиками Что 80% Помощи Поступает Не от государства Поступает От Организаций Благотворительных Социальных Организаций И много Из них Помощи Именно изнутри Украины Это с учетом Того Ирина Что люди Не имеют Многого Мягко говоря То есть Если Если Среднемесячная Пенсионная Зарплата Или как мы Говорим ССА Составляет 50 долларов По моим Подсчетам Если перевести В эквивалент 50-80 долларов Ну вот То есть Это настолько Ничтожно Мало И вместе С тем Все-таки Старички И бабушки Отрывают От себя Очень много Помогает Сегодня Западная Украина Очень много Западная Украина Именно Западная Украина Да Невзирая На Большие Различия Якобы Конфликт Да Или условные Какие-то Различия Независимые Невзирая Разноязычие Где говорят На Украине На украинском Или на русском Да Но сегодня Люди Они действительно Открыты Очень Сегодня Мы получаем Очень много Помощи Западной Украины И мы видим Что это Не просто Что-то купленное Это свое Это баночки Которые Консервировались Это скляночки Которые Откладывались И люди Дают Дают И жертвуют Это Это правда Очень много Ребят Молодых Церквей Сегодня Приезжают На украинскую Территорию Которая была Разрушена Где сегодня Украинская Армия Стоит И помогает Восстанавливать Дома Сами Собирают Деньги Передают Приезжают Волонтеров Очень много И мы В том числе Сегодня Отмечаем Что волонтерское Движение Среди молодежи Среди среднего Возраста Оно возросло Ну скажем так Это такая Активизация Особенно Христианского Общества Христианской Прослойки Произошла Во время Военных действий Ну я хочу Вам сказать Что очень много И невоцерковленных Людей Они откликаются Они приходят На помощь Они собирают Деньги Они помогают Детям И мы Очень часто Обращаемся Кто-то Отказывает Но очень много Помогают Тем чем могут Здорово Здорово Друзья Мы Имеем прямой эфир С Ириной Бабак Это Она является Координатором Проекта Глобальная Христианская Поддержка И проект Под названием От семьи К семье Кстати Вы являетесь Также кандидатом Наук Социологических Что это такое Все знаю Знаю Технических Политических И всяких Ических Социологических Не встречалась Социология Это наука Как вам известно Про общество Защищала я Диссертацию В области Социологии Управления Поэтому все Что связано С управленческими Структурами Или управлениями Процессами Людьми Это вот как раз Мое направление Профессиональное Сфера моих Профессиональных Интересов Она распространяется На область Также психологии Управления Психология Персонала Мне очень интересно И мои статьи Научные Они посвящаются Социальной работе В том числе Мне очень Интересный И тот факт Что мы говорим Про волонтерское Движение И одна из моих Статей Как раз Посвящена Активизации Волонтерского Движения В Украине Сегодня И это то Что сегодня Научный мир Также я считаю Должен Аккумулировать И поднимать Наверх И объяснять Научным Языком Призывать К интересу Мотивировать Людей Сегодня Быть Неравнодушными Быть неравнодушными К тому Что происходит У них В стране То есть Я не верю И мне кажется Что это не про украинскую нацию Что моя хата с краю Я ничего не знаю Почему Потому что сегодня Мало кто Занял такую позицию Сегодня уже год Больше года Идет война Очень сложное положение Люди очень устали Жертвовать Жертвовать Верить Молиться Люди очень устали Собирать Но Сегодня Не прекращается Поток помощи Не прекращается Ни один день Я не знаю Ни одну церковь Ни один город В Украине Который не принял беженцев И это потрясающая статистика Могло ли Что-то объединить Более нацию Чем К сожалению При скорби Вот такая трагедия Знаете Такой риторический вопрос Риторический Риторический И я думаю Что военные действия Показали Что если бы Была другая возможность Это сделать То мы бы это сделали Но к сожалению Наверное По другому Вряд ли бы Мы все смогли проснуться Вы знаете Неделю назад Есть такой Телеведущий В Америке Это Пат Робертсон Это основатель Севенхайминг клаб Так вот Он сказал Очень Одну фразу У себя Прямо в прямом эфире На телевидении Которая взорвала Буквально Медиапространство Когда он заявил О том Что экстремистские Исламские организации Они сделали Волчью Хорошую В кавычках Услугу Тем Что они Таким образом Наглядно Начали показывать Как они уничтожают Христиан И через запятую Он добавил Что Это дало Возможность Христианам Западного мира Свободного Демократического Увидеть Что происходит С нашими Братьями И сестрами Христианами На Ближнем Востоке Как им голову Режут То есть То есть И Хотя Шквал критики Он вызвал Этим Как это так Хорошее То есть Само Слово Сочетание Он неправильно Говорят Подобрал Но тем не менее Тем не менее То есть Это вызвало Повышенный Интерес Что же Происходит Все таки Поэтому Во свете Вот Услышан У мной Патр Роберсона Я Почему-то Вот Применил Вот К тому Что сказать Что Происшедшее В Украине Оно все таки К сожалению Происшедшее Но сплотило Нацию Оно Выявило Не просто Как говорят Всплыл наружу Весь негатив Украинцев Есть Про Так сказать Восточного Вашего Ближнего Соседа Настроены Люди Они Выявляют Это В негативе То есть Негатив Что Вот Видите Вот Кто Они Такие Вот Видите Вот Но Оно Показало Все таки Что Это Уникальная Нация И В этой Нации Или За Этой Нацией Большое Будущее Потому что Мы сами Украинцы По большому Счету Мы в это верим И Образно Выражаясь Сердце Кровью Обливается Потому что Я сам Родом Из Донбасса Моя родина Да Поэтому Мне не безразлично Что там происходит И Всегда Когда я слышу Что-то Потому что Мы так же Помогаем Донбассу И немало Помогаем Кстати Благодаря Нашим партнерам Служением Поэтому Когда я Слышу Все Что связано С помощью С содействием С всевозможным Суппортом Жителей Донбасса Оно близко Моему сердцу Лично Поэтому Возвращаясь К детворе Самая Незащищенная Наверное Самая Подверженная Подверженная Так скажу Помогите мне Примените Слово Русское Детвора Это тот Материал Который Подвержен Влиянию Воздействию И Вот То Что вы Делаете Вот Ваш Последний Приезд Как Какова Реакция Нашего Комьюнити Какого Нашего Сообщества Украинского То есть Они Распахнули Свои Двери Распахнули Сердца Кошельки Распахнули И сказали Welcome Принимаем Или Или Вот Вам Приходится Все-таки Быть Настойчивой В том Чтобы Все-таки Знаете Мы Я понимаю Так Что Получает Тот Кто Просит И открывает Тому Кто стучит Поэтому Я хочу Сказать Что Америка Сегодня Я впервые В Америке И Для меня Это Очень Интересная Страна И Очень Много Людей Сегодня Здесь Которые Эмигранты С Украины Даже С России Которые Заинтересованы Помощью Украине И Меня Это Положительно Удивило Положительно Впечатлило И Я Благодарна За то Что Церкви Принимают И Приглашают Конечно Есть Разная Реакция Но В большинстве Своем Люди Очень Расположены Пастыря Очень Расположены Помощи Детям И Конечно Большинство Из Семей Которые Они Говорят Мы Хотим Помочь Но Иногда Мы Не знаем Как Мы Это Можем Сделать Иногда Нам Тяжело Собирать Деньги Чтобы Передавать Куда-то Но Когда Мы Знаем Что Приедет Конкретный Ребенок У нас Есть Возможность Увидеть И Послужить Конкретному Ребенку Через Этого Ребенка Связаться С его Семьей Поддерживать Напрямую Потом Эту Семью Видеть Слышать Что С ней Происходит Легче Поверить Послужить Распахнуть Свои сердце И кошельки Как вы сказали Объединяющий Фактор То есть Дети Все-таки Даже на своем Уровне Входя В какие-то Взаимоотношения Может Они будут Так сказать Расти В отношениях И иметь Вот эти Взаимоскрепляющие Какие-то Американо-украинские Отношения Так и происходит И сегодня У вас есть Какой-то Вот пример Да Ну Один пример Или два Приведите Пожалуйста Один из примеров Это не только Американско-украинские Связи Да Я приведу вам Пример Немецко-украинские Связи Потому что Большинство Детей Сегодня Приняла Именно Германия На сегодня 206 детей Уехало в Германию 24 группы Деток И у нас Много семей Одна из семей Которая проживает В Ленкенхайме Они очень близко И тесно Общаются С семьей Ребенок Который проживал У них В течение Месяца Это прекрасная Церковь Они много Служат И передают Контейнеры Дальше Они послужили Ребенку Ребенок Находится под опекой В христианской Семье В Украине Ребенок Сам по себе Сирота Из зоны Военных действий Они вложили Они вложили в этого ребенка Ребенок Ребенок Ребенки Ребенок Скоряется Когда звонок Семьи Вкладывают Очень многое Они одевают Детей Они служат Им И Эта девочка Она была приглашена Семьей немецкой Продолжить обучение Немецкой школе Они сделали приглашение, нашли школу, оплатили, сделали приглашение. Ребенок уже год обучается в немецкой школе и проживает в этой немецкой семье. Конечно, это огромная помощь, и этот бы ребенок никогда не познакомился бы с этой семьей, никогда бы не имел такую возможность, потому что семья не имеет таких финансов, чтобы обучать ребенка за границей. Но через нашу программу это стало возможным. То есть вы хотите сказать, вот я обратил внимание, когда вы говорили о том, что переселенная семья из зоны военных действий, она менее одета, она менее... Имеет достаток, конечно. Причина этому явлению, потому что недостает материального обеспечения, или недостает гуманитарной помощи, или недостача того и другого, или невнимания со стороны, потому что меня чуть-чуть удивило это. Я лично не знал, что почему-то мы думаем, что настолько Запад, он гуманитарной помощью, он практически, ну, если не обеспечил, так полуобеспечил. Это неправда, да? Запад очень много делает, и контейнеры помощи идут с разных стран. Включая из Америки. Включая из Америки. Очень много мы получаем с Америки. Лично наша организация собирает несколько контейнеров и передает, и я знаю, что таких организаций очень много. Но тем не менее... Прошу прощения, есть ли у вас замечания по отношению того, какого состояния пересылаемая нами одежда из Америки, какого состояния, желает она быть лучшего? У меня таких замечаний нет, потому что то, что видела я, это очень хорошая одежда. Это даже включая в то, что с бирочками передают, люди покупают новое. Пусть оно не дорогое, пусть оно там не какого-то бренда, но это аккуратно и новая одежда. Но это не то, что на тебе боже, что мы не нахожим. Я с таким не встречалась. То есть, возможно, это и есть, но через нас это не проходило. Это приятно, это приятно. Да, через нас это не проходило. И, конечно, помощи никогда, наверное, не бывает много, потому что война на сегодня продолжается. И война сегодня, сегодня люди продолжают голодать. Как бы много ни передавалось. Очень тяжелый этап растамаживания этих всех контейнеров. Очень сложный этап передачи даже на оккупированной территории этой помощи. Конечно, сейчас тяжело говорить о каких именно причинах и почему так происходит. Но есть эти случаи, когда ребенок плохо одет. Или есть эти случаи, когда ребенок голодал, а помощь идет. И, конечно, мы со своей стороны, вы со своей стороны, мы стараемся передавать именно нуждающимся. И, конечно, если у нас политики признают о том, что 80% помощи идет не от государства, то о чем можно говорить? 80% идет из-за границы. Насколько принимаемая ваша, вами, гуманитарка из Запада, скажем, в частности, из Америки или из Канады, североамериканского континента, насколько она не облагаема коррупционными схемами? Или оно все идет вот такими кривыми левыми путями? Или у вас есть какая-то информация? К сожалению, я напрямую не занимаюсь этим служением, поэтому я не подскажу вам. Понятно. У нас в эфире будет, наверное, на следующей неделе, Влад Скоттс по линии его служения здесь в Сакраменка, по линии его организации, это более они оформили как бесприбыльная гуманитарная организация, проект. То, что он мне вчера звучал, приятно удивило меня, было практически отправлено, и уже в завершении 30 контейнеров, 20-тонных контейнеров, они отправляют из Китая риса. То есть очень много риса пошло. И, кстати, мы с Володей будем в эфире, друзья, относительно как раз этого проекта. Мы будем более детализировать, если ваша церковь в любом из Штатов Америки или Канады, если вы пожелаете стать частью или взять на себя ответственность по доставке одного, двоих или троих 20-тонных контейнеров, вы сможете это сделать. У нас будет специальный эфир, поэтому это с Владимиром. То есть всем миром, то есть нация поднимется. Мы тоже в это искренне верим. У вас есть перспективы на большое будущее, благословенное будущее. Да, мы это верим. Спасибо. Но я хочу сказать, что сегодня и дети, это также, смотрите, этот проект не просто социальной реабилитации детей, как мы называем. Сегодня дети, будучи в Европе, будучи в Америке, они начинают мыслить по-другому, они начинают думать по-другому. Почему? Потому что конфликт находится на востоке Украины, и очень многие дети, да, что и дети, родители никуда не выезжали, кроме как максимум, там, не знаю, что, Россия максимум, да, куда они могли выехать. И сегодня, когда дети, они приезжают в Европу, они смотрят, что происходит в Европе, они приезжают в Америку, они получают информацию, да, они видят, что можно жить по-другому, что, оказывается, Америка не враг. Есть ли культурный шок у детей? Многих, да. Но у вас такого не было, я так понимаю. У меня нет. Потому что вы бывали в других странах. Я бывала в европейских странах, у меня не было. Но я помню свой первый раз, когда я выехала в Европу, то у меня даже был культурный шок. Потому что нам представляли это все, что в Европе только геи, а в Америке только враги. Поэтому, конечно, когда дети приезжают и видят, что все не так, и могут быть нормальные дороги, могут быть нормальные социальные системы, может быть нормальная работа, соцвыплат каких-то, и помощи инвалидам и так далее, и детям в том числе. Дети думают по-другому. Они приезжают сегодня. Одна из целей нашей даже программы – это воспитать детей уже новое поколение другим, сделать его более интегрирующим в это европейское общество. Расширить взгляд, кругозор детей, познакомиться с новой культурой, показать нечто другое. И, конечно, мы с семьей стараемся показать максимально лучшим образом свою страну, представить лучшим образом свою нацию, где они сегодня эмигрировали и проживают, принимая украинского ребенка. Они стараются и историю показать, и церковную жизнь, и городскую жизнь, и так далее. Дети приезжают, они становятся как механизм, как винтик, как инструмент. Они приезжают в школу и говорят, мама, папа, Валентина Ивановна, своей учительнице, например, «Слушайте, так в Европе неплохо, так в Америке неплохо». Ну вот смотрите, Ирина. Украина может жить по-другому. В изучаемой вами социологии. Вы говорили, дети занимают, ну, не последнее место. И результатом это является ваша волонтерская деятельность. Проблемы детворы в Украине. В принципе всей или в Восточной Украине мы говорим? Ну, в принципе, наверное, будем обобщать, так сказать. Ну, наверное, сегодня главная проблема детей украинских, ну, может быть, не только украинских, но всех постсоветских стран на территории, которые вот находятся, это то, что дети, они предоставлены сами себе. Сегодня, к сожалению, детьми никто нормально не занимается. Почему? Потому что государственная система построена так, что родители все, что они могут делать, это работать на выживание. То есть родители на заработках, родители на работе с утра до вечера. Дети предоставлены сами себе. И, к сожалению, это формирует вот некий, такую вот прослойку некую. Это и безотцовщина, потому что каждый третий ребенок, я работала в УЗИ, я знаю, что это такое. Каждый третий наш студент приходил, он не имел отца. А если имел, то он имел его только номинально. Безотцовщина очень большая проблема. Вы говорите, предоставлены сами себе. Это не в позитив, но это лучше, чем наши дети, предоставленные интернетом и айфоном. Ну так вот оно так и получается, если они предоставлены сами себе. Они выбирают что? Они в интернет-играх сидят, если есть возможность. Они на этих компьютерах сидят и так далее. Поэтому, в принципе, ребенка нужно направить, ребенка нужно заинтересовать. И если это не сделает семья или церковь, то это сделает этот мир, это общество, двор и так далее. Парадигма нравственности, наверное, и морали. Возможно. Это тоже большая проблема. Потому что, например, нравственность и мораль вообще такие очень размытые понятия. Знаете, у каждого своя нравственность. Сегодня я приехала в Америку, и тут приняли закон, который разрешает на полы браки во всех штатах. И это кто-то… И многие верующие я встречала с тем, что называют это нравственностью, это моралью, что все должны быть равны и так далее. Поэтому, знаете, нравственность и мораль, она нигде не прописана. Для нас, конечно же, как для верующих людей, основа нравственности — это Библия. Поэтому все остальное — это размытые понятия. Когда мне говорят где-то, что убивая ребенка на Востоке, это нравственность, это мораль по их каким-то критериям, то, говорю, смотря что называть критериями этой нравственности. Ну, я не думаю, что, как мы говорим, верующие не по номиналу, но верующие по духу и по истине, а не по букве, они никогда не скажут, что нравственность, то есть нормально, вот союз однополых. Конечно. Да, это чисто такое религиозная традиция, потому что Америка, она кстати, она идет по наклонной. Есть такие моменты, есть такие неблаговидные высказывания ведущих христианских деятелей, от чего, образно выражаясь, волосы дыбом стоят, какого Евангелия, одного я спросил, какое Евангелие ты читаешь? Вот выражая такую точку зрения и отстаивая вот эти вот... Свои позиции, да. Свои позиции, потому что к стыду, но появилось ряд Евангелий, так называемых, которые ничего не имеют общего с истиной. То есть они практикуются совершенно по-другому, они интерпретируются во свете выгодных позиций и прочее, прочее. Это целая большая обширная тема, но тем не менее она входит в часть вашей социологии, поэтому я и поднял вот эту тему. Практически, Ирина, вот у телеэкрана сегодня сидит семья, муж с женой. Они заинтересовались. То есть у них есть двое, трое, может, четверо, пятеро своих детей. И во свете нашей беседы они говорят, слушай, очень хорошая идея, давай возьмем ребенка на месяц или на два. С чего им начать практически? С чего им нужно начать? Ну, прежде всего, в нашей программе нужно понимать, что в нашей программе принимают участие дети от 8 до 17 лет. От 8 до 17? От 8 до 17. Это диапазон. Нет, в 18 лет уже они не являются детьми. Почему от 8? Потому что до 8 мы уже в практической нашей деятельности поняли, что им очень тяжело без родителей. Все-таки на большое расстояние уезжать, на долгое время им тяжело. То есть уже в 8 лет, в 9 лет ребенок уже может более или менее самостоятельный, с ним уже можно проводить время. Понимаю. Да, поэтому 4-5 лет – это маленькие детки. От 8 до 17 лет. Если у семьи такое вот есть желание принять ребенка, они могут даже решить для себя, кого они хотят, мальчика или девочку, в зависимости от того, какие у них детки. Их, они могут выбрать возраст ребенка. Потому что у нас очень много детей разного возраста. Также семья может решить, они хотят воцерковленного ребенка пригласить к себе или ребенка, который вообще ничего не знает о Христе. И таким образом послужить ему и рассказать Евангелие. Для этого нужно позвонить мне по телефону, я еще месяц буду в Америке. Ваш телефон? Да, 253. 253? 228. 228. 5902. И сказать о своем желании. И подумать, решить, на какой период и на какое время семья может принять ребенка. Например, это сентябрь, или это октябрь, или это крисмос. Например, да, то есть на месяц они могут принять ребенка или на полтора. Но вопрос в том, что мы делаем групповые поездки детей. Мы не делаем точечно и лично. У нас семья не делает личное приглашение. Ответственность за приезд ребенка берет на себя церковь. Поэтому семье мы рекомендуем обратиться к своей церкви. Если они прослушали нашу телепередачу, узнали об этом проекте, они могут выйти на сайт gcshelp.org, более прочитать там о нашей программе, или перезвонить напрямую мне, или пригласить наших волонтеров, презентовать у них в церкви эту программу, если они не могут это сделать сами, или самим поговорить на уровне с пастором, с другими семьями, чтобы в церковь приехала группа детей. Минимальная группа детей – это 8 человек. И если набирают они 8 человек, семей, которые готовы будут принять детишек, мы формируем эту группу, подбираем им детей, оформляем в Киеве документы детям, загранпаспорта, страховки делаем, application, визы оформляем, и уже через месяц-полтора ребенка приведет сопровождающий, обученный сопровождающий. Есть там определенная финансовая составляющая, вы, наверное, в частной беседе, вы эти все вопросы решаете, потому что там необходимо какую-то часть денег. На оформление документов, на оформление визы американское посольство только 160 долларов требует на консульский сбор. Поэтому в частной беседе это будут чисто затраты на оформление приезда ребенка. Понятно. За свою работу мы не берем деньги, это волонтерская часть, и мы служим тем, чем мы можем. Ну, каким образом вы осуществляете оплату всех своих биллов? Всех своих биллов мы работаем, у нас у каждого есть работа своя. Друзья, телефон снова запишите, 253, это Ария-код, 228-5902, Ирина Бабак. То есть в течение месяца до какого числа вы будете? До 13 августа я буду в Америке, и 13 августа мы с детьми улетим обратно в Украину. 13 августа. Вы забираете некоторых детей с собой обратно? Мы всех 13 детей, мы должны забрать. Это условия нашего посольства, вашего посольства, нашего министерства. Все дети, которые приехали по нашей программе, они все должны вернуться. Если уже семья индивидуально захочет пригласить ребенка, или на обучение, или к себе на гостевую визу, то это уже семья делает индивидуально. Есть такая возможность даже. Почему нет? Если семья имеет возможность... Вы можете остановиться на этом вопросе? Если семья имеет возможности, финансы, и все, что связано с этим, каким образом семья может взять ребенка на более длительный срок? На год, на два? Ну, на год, на два я не знаю. Нужно выйти на сайт посольства вашего, и там вся информация про гостевую визу четко написана. Понятно. Ваш проект не предусматривает адаптацию детей? Нет. Понятно. Это занимаются другими. Да. Возможно, мы придем к этому и сможем помогать и в этой сфере тоже. Но наш проект только направлен на социальную реабилитацию детей из зоны. А то на определенное время. На покрытие этих детей положительными эмоциями. Конечная цель. Лично, вот ваша конечная цель. Вы видите, вы заинтересованы в процессе просто, или вот у вас есть... Вы результат все-таки вас интересует так. Мы заинтересованы в помощи детям. Мы заинтересованы в здоровой нации. чтобы они понимали, куда нужно идти. Чтобы это не были больные дети, испуганные дети. Чтобы это не было вот эта вот прослойка «дети войны», как сегодня уже говорят. То есть мы выступаем против этого. Мы не хотим, чтобы так было. Да, мы понимаем, что идет война, но сегодня мы сделаем максимально, чтобы этого не было. Чтобы наши дети, они верили, осознавали, радовались и вернулись другими детьми. Знаете, как у нас есть водители, которые возят наших детей в Европу. И они говорят, что вы делаете с ними там, чем вы их колите, чем вы их кормите, потому что туда вы везете детей, которые угрюмые, которые говорят о войне, которые разбираются в минах, в градах и в оружии, потому что они это постоянно видят и слышат. Если так стреляют, это грады. Если так стреляют, то это ружье. Если так, то есть я не знаю, а дети это все уже знают. Но, говорит, когда мы их возвращаем назад через месяц, через полтора, это настоящие дети. Они говорят об игрушках, о качелях. Они улыбаются, они смеются, поют песни в автобусе. То есть это совсем другие дети. Мы верим, что это не мы, это с Божьей помощью, мы просто инструмент с вами. С Божьей помощью Дух Святой восстанавливает сердца детей, Он исцеляет. Это наша главная цель. И, конечно, если мы в этой программе, через эту программу сможем привести детей ко Христу, то это, наверное, все-таки первичная цель. Даже Христос сказал, не возбраняйте детям. Да, приходите. Потому что таковых есть Царствие Божие. Каким образом мы можем возбранять, даже не используя те возможности, да, и те моменты, и те привилегии, которые мы имеем, этим самым мы возбраняем. Мы не даем ребенку возможность все-таки достигать своего потенциала. В каждом ребенке, вы, наверное, больше знаете это, чем я, вы изучали эту среду как среду, вот, ну, не как день недели, но среду, как вот то, о чем мы говорим. И это, и у каждого ребенка уже в потенциале заложено очень много, так как во мне было, и у вас было, и в каждом из наших зрителей. Просто его нужно открыть, раскрыть, поверить, реализовать. Реализовать. И культивируя, начиная с такого возраста, культивируя эти моменты, взращивая, и инвестируя туда то христианское, то божественное, то неприходящее, и то любовь, которую мы можем демонстрировать. Это такой пассаж, мне не нравится демонстрировать, но любовь, которую мы можем показывать, проявлять. На деле, да? Да, на деле она обязательно материализуется, обязательно материализуется, потому что в свое время на становление моего «я» послужила жизнь и модель, как я говорю, целого ряда взрослых людей, взрослых, включая моих родителей. Поэтому, знаете, чем феномен интересен украинской политике? тем, что во власть пришли очень много волонтеров. Мы об этом читали, и неоднократно это публикуется, о том, что молодая, как мы говорим, плеяда политиков, она была в очень короткое время, в минимально короткие сроки. То есть, они поднялись уже как зрелые, ну, не то, что зрелые, полузрелые, или начинающие, начинающие, активные. Активные, потому что, это не ново для Америки. Обама тоже был волонтером, но он был волонтером лет 30 или 40 лет назад. Потом он уже стал серьезным политиком. Но в течение года, вот в чем феномен украинской политики, в течение года, где-то я видел статистику, что чуть ли не 50% новой рады, верховной, это те, которые все-таки начинали с чего? С того, что они помогали. Кто-то там на Майдане помогал, кто-то там воду подносил. И потом смотришь, имея время, я люблю просматривать некоторые вот ваши украинские медиаресурсы, и смотришь, как растут из сухой земли. Красиво говорит. И когда узнаешь его биографию, еще два года назад, трудно поверить, что этот человек действительно начиная с такой помощи, там детям помогал, взрослым, бабушкам рис носил, а сегодня молодой человек, молодой человек, то есть я не к тому, что если у вас какие-то интересы в том направлении, но я к тому, что это лично о вас. Я хочу сказать, что это правда, сегодня очень много помогает, сегодня нашей программе очень активно помогает уполномоченный президентом по правам детей Николай Кулеба. Очень много помогает и содействует развитие этой программы, помощи детям. Конечно, это очень радует, и сегодня есть с кем говорить, и сегодня мы чувствуем поддержку. Я слышал, что жена президента Порошенко, она тоже проект осуществляет, конечно. Да, она содействует нашему проекту очень много, и она представляла наш проект на уровне, мы так понимаем, немецкого государства, да, и говорила про то, что это очень важное и нужное дело. Ирина, у вас есть пять минут, и в эти пять минут вы должны такое сказать для наших зрителей, такое сказать, что-то такое емкое, ну, чтобы не тщетно была эта программа нашей встречи, чтобы зацепить вот что-то внутреннее, какую-то внутреннюю, сердечную, душевную или духовную величину человека, который нас смотрит, чтобы все открылся для помощи. Пожалуйста. Дорогие. Говорите от сердца. Да. Говорите от сердца. Слушатели нашей программы, я хотела сказать, что если ваше сердце оно открыто детям и помощи детям, то, конечно, мы были очень рады вашему участию в нашем проекте, в нашей программе. Знаете, когда меня спрашивают, зачем мы это делаем, я всегда вспоминаю слова девочки, у которой мама с младшим братиком разорвалась на меня. И эта девочка мне говорит, Ира, если бы не вы мне помогли, то я бы уже сегодня не была жива. И, наверное, это то, что сегодня дает нам силы идти дальше. Когда я вспоминаю эти слова, что если бы не мы, то тогда кто? Я вспоминаю слова Христа, что идите, потому что вы должны это сделать, вы свет миру, вы соль этой земли. Поэтому, конечно, дорогие зрители, мы понимаем с вами главное предназначение нашей жизни и нашей миссии на земле, что наш свет должен светить так, чтобы, видя наши добрые дела, Отца нашего небесного прославляли люди. И второе, я понимаю, что, видя смерти и ужасы и тысячи детей, которые нуждаются в помощи, которых родители пострадали или были убиты, я понимаю, что мы не поможем всем. Но именно потому, что мы не поможем всем, мы поможем тому, кому мы можем помочь. Это тоже слова, которые заставляют нас работать и идти дальше. И для того, чтобы победило зло, как известно, нужно лишь одно, чтобы добрые люди ничего не делали. Но, дорогие телезрители, мы знаем, что этот вызов, он брошен и мы его обязаны принять. Что мы не остановимся и зло оно не победит. Потому что мы не остановимся, мы не будем безразличными, мы будем делать, мы будем вкладывать, мы будем творить Божье Царство на этой земле. Здорово. Друзья, на этой мажорной ноте мы будем оканчивать нашу программу. Бог да благослови вас, Ирина. Спасибо большое. Да, и успехов вам. И пусть у вас все получится. Спасибо. А оно получится, почему? Потому что Бог на стороне этого. Я более чем уверен, если бы Бог не стоял за этим, у нас бы не было даже и программы сегодня, но Бог стоит за этим. И видно, у Бога есть свои люди, те семьи, которые действительно, им не безразлично, как вы говорили, и мы откроемся для того, чтобы послужить. По большому счету, это наше с вами призвание. Да. Это ваше призвание служить. Потому что жизнь настолько скоротечна, а время столько немного для нас осталось, так скажу, откровенно, чтобы разбрасываться или жить по пустякам. поэтому самое то и останется и будет отмечено Богом в Его небесной сокровищнице, то, что мы вложили в ближнего, то, что мы вложили, тем более в детей. Поэтому, друзья, с моей стороны, это как знак поощрения и слово ободрения для вас. Если Дух Святой во свете нашей беседы сегодня обратился, и вы чувствуете сердцебиение как-то по-особому, это видно от Господа, от Господа и вашего не убудет. Я более чем уверен, что если человек, если семья возьмет ребенка, как вы говорите, на какой-то период, даже в Европе, даже в Германии, если вы смотрите, даже в Канаде или в Америке не убудет нашего, а наоборот. Пребудет. И воздастся во сто крат. Бог умножает. Всегда, когда мы инвестируем в то, что является божественным и Его, и Святым, Бог возвращает нам. И в виде благословения. Я не сторонник теории процветания, но тем не менее, Бог обеспечивает, вознаграждает, умножает, то есть... Покрывает все нужды. Да. Восполняет. То есть, Он восполняет с небесных кладовиков. Поэтому мы будем прощаться, друзья. Еще раз телефон Ирины. 253-228-5902. Если какая-то информация вами, если вы только что включили, и вы заинтересовались этим, более подробная информация на веб-сайте вашего служения. Это... gcshelp.org gcshelp.org Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова